Все началось в начале 2000-х, когда молодой и амбициозный предприниматель Илон Маск отправился в рискованное путешествие, которое могло бы изменить будущее космических полетов. Его идея — создать компанию, способную делать то, что казалось немыслимым — отправлять людей и грузы на орбиту с минимальными затратами. После продажи своих долей в PayPal, Маск собрал команду единомышленников и основал SpaceX. И здесь начинается настоящая история амбиций, трудностей и удивительных прорывов. Первое испытание пришло в виде ракеты Falcon 1, которая должна была стать первым шагом компании к звездам. Однако реальность оказалась жестокой. Первый запуск в 2006-м обернулся неудачей. Ракета, поглотившая миллионы долларов и усилия множества специалистов, потерпела неудачу спустя несколько секунд после старта. Но Маск не был тем, кто легко сдастся. Он понимал, что это только начало долгого пути и вскоре подготовил второй запуск. 2007-й год стал еще одним ударом. Второй запуск Falcon 1 также завершился провалом. Но Маска это лишь разодорило. Он увидел, что каждый неудачный старт — это шанс научиться чему-то новому и улучшить свои технологии. В условиях, когда компания работала на пределе финансовых возможностей, каждое решение Маска могло стать решающим. Истинное чудо произошло в 2008-м году, когда третий запуск Falcon 1 наконец увенчался успехом. Это было эпохальным моментом Space. SpaceX стала первой частной компанией, успешно запустившей на орбиту жидкостную ракету. Это был прорыв, открывший дверь для будущих успехов и партнерств. Следующий шаг компании готовился стать еще более захватывающим. Ведь впереди их ждал самый строгий и влиятельный клиент в мире космических исследований. Эффект бабочки. Переходя от первых неудач SpaceX, мы сталкиваемся с явлением, которое можно назвать эффектом бабочки. В космической индустрии, где каждая деталь может стать решающей, малейшая ошибка может стоить миллионов, если не миллиардов долларов. В 2007-м компания снова попыталась запустить Falcon 1 и снова встретила неудачу. Но что именно пошло не так? Оказалось, что в Виатии, что во время запуска одной из ракет произошел сбой в топливной системе. Это был неожиданный поворот, который показал, насколько зависим успех от мельчайших технических деталей. Каждый раз, когда Falcon 1 не удавалось достичь орбиты, SpaceX теряла не только деньги, но и доверие инвесторов. В условиях жесткой конкуренции и ограниченных ресурсов, Маск понимал, что каждая неудача приближает компанию к финансовой пропасти. При этом он сохранял веру в своих инженеров и продолжал с удвоенной энергией работу над следующим запуском. Задача становилась все сложнее, так как ошибки, выявленные во время запусков, требовали немедленного исправления. В 2008-м году на карту было поставлено все. Если бы третий запуск Falcon 1 потерпел неудачу, это могло бы стать последним гвоздем в крышку гроба для SpaceX. Однако, на этот раз команда предприняла все возможные шаги для устранения прошлых ошибок. Стремление к совершенству и бесконечное количество тестов дали свои плоды. Третий запуск стал триумфом, подарившим SpaceX не только уверенность в собственных силах, но и первый успешный шаг к завоеванию доверия самых серьезных клиентов. С этой победой компания была готова к новым вызовам, которые обещали поменять весь курс ее будущего. Точка невозврата. После триумфального третьего запуска Falcon 1 успех SpaceX, казалось, был обеспечен. Но за кулисами компания находилась в крайне тяжелом положении. В 2008-м году компания оказалась на грани банкротства. Денежные средства заканчивались, и будущее было туманным. Тем не менее, Маск не позволял финансовым трудностям сбить его с пути. Он знал, что еще одна неудача может стать роковой, но также понимал, что успех третьего запуска дал компании шанс побороться за свое существование. Ключевым моментом стал декабрь того же года, когда SpaceX удалось подписать контракт с NASA на сумму в миллиард шестьсот миллионов долларов. Этот контракт стал настоящим спасательным кругом для компании. NASA поверила в потенциал SpaceX и доверила ей важную миссию – доставку грузов на Международную космическую станцию. Этот контракт не только спас компанию от финансового краха, но и подтвердил ее статус серьезного игрока в космической индустрии. Это был момент, когда компания смогла вдохнуть жизнь в свои амбиции. Маск понимал, что для достижения новых высот необходимы инновации и новые технологии, которые могли бы обеспечить успешные запуски и укрепить позиции SpaceX на мировом рынке космических программ. Под заключенным контрактом компания получила возможность не только стабилизировать свое финансовое положение, но и продолжить работу над более сложными и амбициозными проектами. Вместе с контрактом от NASA пришло и признание в индустрии, что позволило SpaceX привлечь новых инвесторов и партнеров. Компания начала развивать новые проекты, включая ракеты Falcon 9 и Dragon, которые вскоре должны были изменить направление космических исследований. Уверенность в собственных силах и готовность к новым вызовам стали ключевыми факторами, позволившими SpaceX окончательно выбраться из зоны риска и укрепиться на позициях лидера. Эта новая глава в истории компании стала фундаментом для будущих достижений и амбиций, которые вскоре привлекут внимание всего мира. Взлет с Земли. Успех третьего запуска Falcon 1 стал той искрой, которая разожгла огонь надежды в SpaceX. Однако амбиции компании были неукротимы и следующий шаг должен был стать еще более впечатляющим. На арене появилась ракета Falcon 9, которая должна была продемонстрировать всему миру, что SpaceX готова не просто участвовать в космической индустрии, но и формировать ее будущее. Разработка Falcon 9 была настоящим вызовом. Она требовала создания улучшенной системы, способной перевозить более тяжелые грузы и, что еще важнее, успешно возвращаться на Землю для повторного использования. Первый полет Falcon 9 состоялся в июне 2010 года. Этот момент стал еще одним веховым событием для компании. Ракета продемонстрировала не только возможность доставки грузов на орбиту, но и способности SpaceX к быстрому освоению новых технологий. Успешный запуск укрепил позиции компании и показал, что ее инновации могут действительно изменить правила игры в космосе. Это не просто вызывало интерес инвесторов и нынешних партнеров. Это укрепляло доверие NASA, которое в свою очередь предоставляло возможность для дальнейших контрактов и сотрудничества. Следующим шагом стала разработка космического корабля Dragon, предназначенного для транспортировки грузов и в будущем экипажа на Международную космическую станцию. В декабре 2010 года первый тестовый полет Dragon прошел успешно, подтвердив возможность возвращения капсулы на Землю. Это был очередной прорыв, подтверждавший надежность и перспективность технологий SpaceX. Компания быстро завоевывала репутацию новатора, который превращает ранее невозможные амбиции в реальность. За каждым успешным запуском стояли не только инновации, но и упорный труд команды, стремящейся к совершенству. Это было началом новой эры в космической индустрии, эры, когда даже самые дерзкие мечты могли стать достижимыми. Впереди SpaceX ждали новые, еще более увлекательные вызовы, которые обещали поднять планку достижений на недосягаемую высоту. Партнерство с NASA Успех на ранних стадиях — это одно, но завоевание доверия NASA стало совершенно новым вызовом для SpaceX. Сотрудничество с NASA означало не только стабильные контракты, но и признание на мировом уровне. Вера в компанию не появилась сразу, поскольку на кону стояла репутация самой строгой космической организации. Доверие NASA необходимо было заслужить. Первые шаги на этом пути начали строиться вокруг надежности и безопасности технологий SpaceX. Команда понимала, чтобы покорить NASA, нужно продемонстрировать серьезный уровень инженерной точности. Ключевым моментом стало проведение множества тестовых запусков и симуляций. Falcon 9 и Dragon прошли через строгие аналитические тесты, которые подтвердили их готовность к работе в реальных условиях. Каждая успешная проверка приближала SpaceX к подписанию новых контрактов. Показательным стал запуск в мае 2012 года, когда Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией, доставив груз и став первым коммерческим аппаратом, достигшим этой цели. Это событие не просто закрепило доверие NASA, но и стало символом нового этапа в партнерстве правительства и частного сектора. Понимание важности внимания к деталям и постоянное стремление к совершенству помогли SpaceX в этом важном процессе. Каждое сотрудничество с NASA, каждое достигнутое соглашение становилось не просто коммерческим успехом. Это был очередной кирпичик в прочный фундамент доверия. В итоге именно это доверие способствовало дальнейшему развитию не только SpaceX, но и общей мировой космической индустрии. Стоя на пороге новых усилий и амбиций, SpaceX была готова поднять планку еще выше. Космическая гонка технологий. Амбиции SpaceX выходят далеко за пределы простых полетов на орбиту. Компания не стремится просто следовать за прогрессом, она хочет его формировать. И это невозможно без инноваций, которые изменят правила игры. Среди таких новшеств система повторного использования ракет. Исторически каждая ракета использовалась лишь однажды, что делало космические полеты чрезвычайно дорогими. SpaceX поставила цель сделать космос более доступным, разработав ракеты, которые можно использовать многократно. И это стало основой для революции в космической индустрии. В 2015 году Falcon 9 стала первой ракетой, успешная ступень которой совершила вертикальную посадку, открыв путь к экономии миллиардов долларов и значительно увеличив количество потенциальных миссий. Это было как раз то, о чем Маск мечтал. Снижение... Ам... Сусиво еще и шаму. Снижение затрат на запуск и приближение космоса к коммерческой доступности. Мало того, что это было техническим прорывом, это также дало конкурентное преимущество SpaceX на мировом рынке космических запусков. Кроме того, стоит отметить систему Starlink, проект SpaceX, направленный на создание глобальной сети интернет-покрытия с помощью множества спутников. Этот проект обещает не только обеспечить большинство регионов планеты доступом в интернет, но и создать еще один устойчивый источник дохода для компании. Маск видит в этом шаге не только коммерческий потенциал, но и возможность поддержать финансирование будущих космических миссий, включая планы по колонизации Марса. Каждый запуск спутников Starlink увеличивает шансы на успех этой масштабной задачи. Успех этих технологий не только укрепил позиции SpaceX на мировой арене, но и продемонстрировал способность компании адаптироваться и продолжать удивлять даже самых скептически настроенных наблюдателей. Впереди были еще более амбициозные проекты, которые обещали перевернуть представление о космических возможностях человечества. Масштабное видение. Когда Илон Маск говорит о будущем космических путешествий, он не просто строит планы. Он рисует картины того, что, по его мнению, должно стать реальностью. Масштабные цели Маска простираются за пределы орбиты Земли. Он мечтает о создании самодостаточной колонии на Марсе. Месте, где человечество сможет начать новую главу своей истории. Для этого SpaceX должна разработать технологии, которые предоставят возможность безопасной и экономически выгодной перевозки большого количества людей на Красную планету. В основе этой идеи лежит создание корабля под названием Starship. Многоцелевого транспортного средства, способного выполнять миссии на Марс и даже дальше. Starship спроектирован как полностью многоразовая система, предназначенная для перевозки более 100 человек за один раз. Он должен стать не только транспортным средством, но и многофункциональным инструментом для освоения космоса. В ходе многочисленных тестов была задействована технология, которая позволит кораблю входить в атмосферу планеты и осуществлять вертикальную посадку, что является критически важным для успешной колонизации. Маск видит Starship как ключевой элемент не только марсианских миссий, но и программ по исследованию дальнего космоса. Кроме того, Маск задумывается о создании интерпланетной транспортной сети, которая позволила бы не только регулярные полеты на Марс, но и путешествия к более далеким объектам Солнечной системы. Эта смелая инициатива требует революционных подходов к использованию ресурсов и выработке энергии, что в свою очередь порождает новые технологические разработки. Маск и его команда уверены, что эти усилия приблизят человечество к звездам, и что космическое будущее будет не просто научной фантастикой, а новым стандартом реальности. Впереди у SpaceX стоят невероятные вызовы, но и спутники Starlink, которые уже меняют представление о доступе к информации, доказывают, что мечты Маска могут действительно стать реальностью. Если история SpaceX чему-то нас и учит, так это тому, что даже самые амбициозные видения могут воплотиться в жизнь, если за дело берется тот, кто твердо верит в свою миссию. За горизонтом. Но что же ждет нас за горизонтом космических исследований? И как SpaceX продолжает формировать новые границы для человечества? Стремление Илона Маска к будущему, где мы не просто зрители, но и активные участники космических приключений, уже меняет восприятие мира. Его видение самодостаточной марсианской колонии становится более чем просто мечтой. Starship, ключевой проект компании, идет вперед полным ходом, обещая стать многоразовым путешественником между планетами. Представьте себе корабль, способный доставить более 100 пассажиров на Марс. Это не просто концепция, это реальность, к которой SpaceX приближается с каждой новой итерацией и испытанием. Starship тестируется на способность возвращаться на Землю после миссии, используя вертикальную посадку. Это открывает двери не только для исследований Марса, но и для экспедиций за пределы Солнечной системы. Космос становится ближе, а транспорт между планетами более доступным. Однако это не единственная новаторская инициатива Маска. Сеть спутников Starlink уже кардинально изменила подход к глобальной связи, предоставляя интернет по всему миру, даже в самых отдаленных регионах. Это не только улучшает жизнь на Земле, но и финансирует амбициозные космические проекты. SpaceX превращает свои космические успехи в устойчивую экосистему, способную поддерживать межпланетные путешествия в будущем. Таким образом, SpaceX не просто изменяет наши представления о космосе. Она продвигает человечество в новую эпоху, где границы между звездами становятся все более размытыми. Это поистине увлекательное время для всех, кто задумывается о будущем. И хотя впереди еще множество препятствий, SpaceX показывает, что путь к звездам становится все более достижимым. Впереди остаются планы, которые могут превратить фантастику в реальность, и SpaceX без сомнения готова притворить их в жизнь.